Друзья мои, всех приветствую, с вами Тимур и сегодня в этом видео у меня очень хорошее настроение. Почему? Потому что, ну, несмотря на то, что я чуть болею, получаю уколы, я сделал себе две серьезные покупки. Это, как вы можете видеть, вот новая камера Sony Alpha 7 III и новый компьютер. Это MacBook Pro 16 с 2021 года на процессоре M1 Pro, 16 гигабайт оперативы и 1 терабайт SSD. Это очень-очень мощное устройство, просто рабочая машина. Я такое сначала думал, а может быть мне купить сначала камеру новую, вот она, новую камеру купить, а потом обновить свой MacBook. Потом думаю, может сначала MacBook купить, а потом камеру, потому что то, что я буду снимать на эту камеру, вот этот вот MacBook не вывезет. Потому что, ну, смотрите, это мой основной компьютер, с которым я работал на протяжении 7 лет, с 2015 года. Это мой основной девайс, MacBook Pro Retina 15 с 2014 года. Так, 16 гигабайт оперативы, 256 SSD и Intel Core i7 четырехъядерный, да. Ну, для того времени он был очень топ-топ. В последнее время он уже начал лагать, прям сложно стало с ними работать, но все-таки возможно, но сложно. Если я покупаю такую камеру, то на этом MacBook монтировать будет очень-очень сложно. Поэтому сначала подумал, сначала MacBook куплю, а потом себе новую камеру. Потом MacBook купил и сразу и камеру, сразу два устройства с заразом получилось. В этой коробке уже ничего нет. Я уже взял камеру, распаковал и вот эта камера Sony Alpha 7 III снимает меня сейчас отсюда. А моя основная камера Canon 80D снимает отсюда. Давайте вместе с вами сейчас мы распакуем вот этот вот новенький, новенький MacBook. Погнали! Друзья, знаете, вот эта вот техника, компьютер, камера стоит очень-очень больших денег. Но все равно мне нужно было инвестировать эти деньги, так сказать, в развитие канала. Для того, чтобы качество контента на канале улучшалось. Улучшалось и не ухудшалось. И не стояло на одном месте, а вот постоянно улучшалось. Так что, друзья мои, как вы сами видите, новенький MacBook, чтобы монтировать ролики и новая камера. Для того, чтобы качество роликов было получше. Начнем. Вот это заветное, заветное говорю, заветный язычок. Что я сделал? Как он приятно пахнет. Окей, ну что, открываем. Вау. Вау. Вы только посмотрите на него. Друзья мои, у меня новый MacBook. Ура. Сначала посмотрим, что у нас тут внутри в коробке. В коробке у нас, ух ты, какой-то новый провод сюда поставили. Он не обычный, не такой вот силиконовый, да. А он какой-то, я не знаю, из материала какого-то сделан. Вот, заветный MagSafe, опять вернули. Так, в конвертике у нас что? Что у нас в конвертике? В конвертике у нас яблочки черного цвета. И вот такие вот две бесполезные, какие-то непонятные бумажки. Все. Так, и адаптер питания. Так, давайте перейдем к основному девайсу. К основному девайсу. Окей. Вниз. Друзья мои. Вот он. Вот он. Красавец. Сзади с гравировкой написано Macbook Pro. Давайте сделаем так. Чтоб было вам видно. Включается. Как только вы открыли компьютер, он включается. Ох, какой запах, какой запах. Друзья мои, вот он. Macbook Pro 16. Офигеть, какой экран. Офигеть. Hello. Хола, он нам говорит. Что еще скажет? Теперь дайте мне время настроить все это дело. Настрою, войду в рабочий стол, и мы с вами дальше пообщаемся. Друзья, как вы можете видеть, я его настроил очень быстро, легко и просто. Просто экран просто бомбический. Вы просто посмотрите на эти грани. Вы только посмотрите на эти грани. Ну, челка, конечно, не видна. Они под таким вот обоим его скрыли. Но сам факт, это очень офигительно. Macbook в дизайне iPhone. Мне прям очень нравится, очень импонирует вот эти вот грани, которые очень-очень тонкие. Клавиатурка просто очень крутая. Ну, такая же, как и была на моем старом Macbook. Это ножницы. После ножниц Apple решили выпустить бабочки. То, что не очень хорошо залетело. Потом опять вернулись к системе ножницы, потому что это максимально надежно. Touch ID я себе настроил. Face ID пока что нету, но вот такая вот выемка под Face ID, она есть. Звук бомбический просто. Давайте мы с вами вместе сейчас просто откроем YouTube-чик и попробуем включить ролик Team Line. Друзья мои, всех приветствует Саня Тимур и поздравляю вас с наступившим новым 2022 годом. Так сказать, я отдохнул хорошо в кругу семьи, в кругу друзей и полон теперь энергии. Звук просто бомбический. Качество вообще, звучание очень крутое, нравится. И то, как этот экран работает, то, как он показывает вот эти вот цвета. Клавиатурка с накладкой, с черной накладкой. Огромнейший трекпад просто по сравнению с тем, что у меня было. Давайте просто ради прикола, несмотря на то, что я уже перечислил все это дело, я вам покажу. Вот у нас получается macOS Monterey, MacBook Pro 16 дюймового 2021 года, чип Apple M1 Pro, память 16 гигабайтов и SSD-шка на 1 терабайт. Просто пользуйся, не хочу. Сюда я теперь накачу Photoshop, Final Cut Pro, может быть даже Adobe Premiere Pro тоже сюда закачаю. И буду полностью монтировать все свои ролики здесь, на этом компьютере. Потому что теперь это мой основной компьютер, это мое основное устройство, где я буду работать, зарабатывать себе деньги. Эта камера будет, так сказать, новым обновлением для нашего канала, для того, чтобы хоть чуть-чуть увеличить качество контента. Знаете, это ролик про MacBook и про камеру. Это чисто такой вот душевный ролик, где я показываю то, что я вот купил себе новое устройство, делюсь с вами, да. А вот полноценный обзор насчет MacBook, если вы хотите, насчет камеры, я могу сделать в отдельном ролике, где полностью все четко расскажу, без эмоций, без всяких там косяков. Ну, чуть-чуть болею, может быть, что-то там не то делаю, как-то там не то выражаю свои эмоции. Может быть, нелепо смотрится, не обращайте внимания. Получается так, как получается, с первого раза, с одного дубля. Так что вот так вот, как есть, так и снимаю, друзья мои. Купил новое устройство, распаковал вместе с вами. И теперь буду полностью им пользоваться. Вот такой вот у нас ролик получился, друзья мои. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть я вас смотивировал. Если так, обязательно ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. А с вами был я, как всегда, TeamLine. Посмотрите на этот новый MacBook. Увидимся с вами на новом видео. До новых встреч. Всем пока.